продолжим работать над силиконовой формой что понадобится нам сегодня из инструментов первое силикон силикон в моем случае силикон я использую силкотин 30 компания у которой приобрета нгк маркет почему именно она и почему это именно этот силикон как поделились со мной продавцы этого силикона это аналог супермолда 30 попробовал да действительно очень похоже по свойству где-то возможно даже лучше это ни в коем случае не реклама если бы я им сам не работала и он мне не нравился никогда бы его не увидели никогда не услышали бы моем видео это первое значит второе почему покупаю в нгк маркете сколько я живу в сибири мне удобно то есть от новосибирска где его заказываю до хакасии примерно 1000 километров доставка обходится мне почти в 500 рублей то есть до 500 рублей даже не дотягивает цена за 5 килограмм этого силикона я даю 3 500 то есть мне удобно доставка в течение трех дней цена почти 500 рублей за доставку это недорого если бы я заказывал с москвы было бы 1000 а может быть полторы все зависит от веса да и быстро по времени вот и основные факторы пока почему я склоняюсь именно к этой компании возможно вы если доживете не в сибири и вам будет неудобно к примеру вести в москву вам понадобится другая какая-нибудь фирма который торгует силиконом есть еще несколько строй 23 одна из них и сейчас точно не скажу ну если надо будет в описании московская фирма то есть все зависит от региона откуда вам удобнее вести времени чтобы не ждать возможно есть какие-то официальные представители силикона силкотин супер молд зайцевские силиконы в вашем регионе вот основные направления в которых стоит рассмотреть для выбора именно силикона с каким стоит поработать дальше что нам потребуется потребуется нам кисть есть вот такая кисть подготовленная сразу я ее подрезал то есть относительно стандартной кисти примерно сантиметр я убрал для чего это сделал чтобы ворс стал же более жестче в нем меньше осталось силикона при нанесении кисть стоит 11 рублей если вы магазине видите что что такая кисть ширина ее один дюйм да вот один дюйм больше не надо брать больше не удобно работать если будет кисть ширине стоит она 11 рублей если вы в магазине видите штуки стоит 23 рубля значит это ну не совсем тот магазин в котором стоит ее купить дальше чашка в которой будем замешивать силикон вот есть строительных магазинах продаются такие вот чашки называется чашка для гипса но на самом деле может быть для гипса он подать плохо подходит сип 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 р текс или тех вот 93 120 на 70 предназначена для разведения гипсового раствора и других строителей смесей полностью удовлетворяет моим требованиям замешиваем и небольшими объемами максимум 250 грамм замешиваем то есть почему такой большой объем во всех своих видео я всегда говорил что я работа замешиваю не больше 100 грамм да это действительно так я вас никогда не обманул по 100 грамм замешиваю на фигурку но советую работать с разными несколькими моделями на несколькими силиконовыми формами поэтому приходится замешивать более сотки то есть сейчас одна сова в работе там другая и медведь еще есть по поводу еще на чем будем взвешивать есть весы сейчас жури сын покупала их на алиэкспресс покупал уже года три назад на значит они до трех килограмм вес они при начинают считать от 0 1 грамма очень удобные можно сделать обнуление тары вот тара обнуляется можно выбирать другие веса то есть не в граммах там ну то есть вещь классная свое время по моему брал ее порядка трех тысяч рублей 2 700 отдавал сейчас за тысячу можно купить единственное что придется подождать алиэкспресс что-то подобного ну нашем рынке я не видел поэтому оттуда заказал сколько не торопился заказал пришло пользуюсь доволен на батарейках третий год работают батарейки еще ни разу меня дальше почему так подробно на инструменте потому что он до основном полагающий то есть оснастка должна у вас быть хороша что у вас ничего не отвлекал ничего не мешал вы были сосредоточены на процессе чем будем доставать силикон из банки вы не поверите это вот обрезок от ламинированного дсп вещь неказистая но очень удобный вот честно чтобы достать силикон из банки надо два или три раза зачерпнуть будет уже 100 грамм маленькими стеками которые до этого показывал да им вполне реально удобно работать и как доставать его из банки так и замешивать но долго очень долго вот этой раз намокнул сейчас покажу что делаем значит на ставлю баночку на весы баночку состава и включаем весы сейчас покажу что было видно вот так делаем так беру ее включаем весы обнуляется куда поставить вот так чтобы было видно вот так что нуля по нуля вот берем банку макаем ставим смотрим получилось 70 грамм ну вот два раза это будет 140 стеком сколько раз придется в баночку слазить чтобы набрать 140 грамм так 145 где-то 213 отлично силикон убираем убираем силикон обнуляем по нулям и добавляем отвердитель как работать с отвердителем смотрите открываю банку трудителя наливаю в крышку и из крышки уже выливаю в баночку смотрю на показания весов мы замешиваем на 100 грамм два с половиной грамма отвердителя вот то есть если у нас здесь 200 грамм надо 5 грамм отвердителя выливаем почти все вот 5 и 3 получилось ладно ничего страшного закручиваем то есть все удобно ничего не проливается перемешивать он той палка неудобно сразу скажу поэтому перемешиваю обычным или карандашом перемешиваем или стеком деревянным такой который не жалко будет будем перемешивать сейчас карандашка перемешаем таким видно видно перемешиваем плавненько чтобы не расплескать наш отвердитель сколько он жижи стараемся начинать со стенок так пока перемешиваю объясню вот на многих в первом видео которое показывал про там где делать силиконовую форму для меню на здесь уже были выставлены стенки опалубки почему их здесь нету если посмотреть то у нас есть вот такие вот углы расстояние не совсем большое и здесь есть небольшой не видно видно маленько пододвинемся и здесь есть не вот небольшие такие вот отрицательную если бы у нас здесь стояла стеночка вот так то туда проконтролировать и посмотреть нам не было бы не видно то есть и залезть и да силикон забежал какой-то толщина слоя мы не видим и вот если чем у вас этот угол больше то есть выпирающая часть тем чем меньше вы можете проконтролировать советую наносить первый слой вот таком положении сейчас я нанесу первые два три слоя нанесен посмотрели стеночка нас устраивает толщина слоя силикона устраивает и тогда уже можно выставить опалубку положить модель или форму нашу будущую на спину и наносить уже прям отсюда силикон сейчас перемешиваю перемешиваю достаточно тщательно хорошо стеночек еще раз перемешиваю 5 по стеночке подворачиваю каждый раз чашку которая перемешиваю в руке видно раз помешал помешал подвернул помешал помешал подвернул карандашик раз стоя кваш которым перемешиваете что тоже неплохо так мы будем считать что пойдет перемешиваем берем небольшую часть и начинаем наносить сверху разделительные слои никакие не наносил на модели из полистована эта модель из полистована этого можно не делать есть бывают такие пластики они не похожи на полистована имеет другого цвета отливку то есть посмотреть из чего состоит материал полистована или нет необходимо снять нижнюю крышечку и посмотреть внутри отливки ну то есть этой фигурки и вы увидите что за материал полистована имеет такой желтоватый цвет если цвет белый вообще прям ярко насыщенный белый то это скорее всего не полистованы то у вас какой-то пластик потому что фигурки делаются не только из полистована но и с пластика вот с пластиком могут быть проблемы на нем надо наносить разделительный слой потому что бывают такие ситуации что к нему прилипает силикон вот видите сейчас у гораздо удобнее мне подлазить вот такие вот поднутри не отрицательные углы я могу проконтролировать здесь толщину слоя представляете если бы здесь стенка была как бы вот сюда вот так подлез видно там видно да можно еще подлинная паближ наносим на всю поверхность нашей модели сейчас температура при которой работаю в помещении плюс 15 градусов и силикон черно схватывается хоть там написано плюс 22 время отверждения зависит от количества отвердителя который вы добавляете в силикон и есть общий конечно отрицательный угол и если бы здесь был бы стоял опалубка вообще никогда не подобрались я температуру в помещении зависит то есть от двух основных факторов чем мне понравился этот силикон даже лучше мне кажется чем супермолд силкотин в нкк он не стекает с вертикальных поверхностей если вы можете он стекает конечно не так как супермолд то есть я поработал до этого супермолдом 20 вот буквально разница в день и силкотином 30 я вам скажу тот весь скатился с модель там остался совсем тоненький тоненький слой здесь что все вот она все осталось на модели армировать мы будем нашу модель на третьем слое сейчас 1 нанесли он высох нанесли 2 он высох 3 нанесли и вот на третьем слое когда 3 нанесли нанесли марлечку бывают такие моменты когда лезет ворс ничего страшного значит вот небольшая модель на дне сразу видно что удобно работать сложности как таковых никаких а когда у вас модель была бы большая вам приходилось бы ее крутить там были бы большие поднутри не углубление все остальное а на этом выключаюсь пока как буду наносить последующие свои обязательно продолжу снимать